Привет! 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 Смотря на то, что место здесь. Вот так, друзья. Всем привет, ребята! Мы с вами сегодня отправляемся в новое путешествие. Куда мы поедем? Куда мы поедем? Сегодня мы едем в Ило Ило, друзья. А, Ило Ило, ё-моё, это что-то новое. Почему Ило? Потому что Ило Ило. Потому что Ило это Ило. Так, но это ещё не всё. Об этом поговорим позже. Ну что, друзья, мы оплатили проезд. И, как оказалось, проезд дешевле ожидаемого. Всего лишь 510 песо от Катиклана до города Ило-Ило. Хотя мне местные говорили, что это будет стоить не меньше 800. Да, вот такой у нас вид сейчас из окна. Морюшко, горы. И сейчас будет охренеть сколько серпантина. Жека, готовься. И самое интересное, что мы едем сейчас ещё и через Калибр будем ехать. Самые интересные места, которые я вот хотел показать Жеке, мы вот все сейчас прям увидим. Так что у нас прям шикарнейшее, огромнейшее, долгое путешествие, которое будет длиться, я думаю, несколько дней. Так, друзья, вот такая ситуация. Мы на подъём сейчас идём. И что у нас тут? Въезд? Офигеть. Мы сейчас что, будем всех пропускать? Ну, получается, да, блин. Одна дорога, и по ней все пытаются проехать. Вот такая вот романтика, блин. Ну, всё равно красиво, слушай. Самое главное, что всё равно красиво. Туда не глянь. А то мы сейчас проедем. А, это, по ходу, слушает движуха, да? И... Одна полоса. Ой, блин. Ощущения жёсткие, конечно. Что-то могила какая-то. Неизвестного сорта. Вот, блин, глыба такая стоит. Скала посреди моря. Красиво. А что у нас тут нового такого? Вот. Уже скоро, друзья, будет Калибр. Уже почти подъезжаем. Я не совсем понимаю пока ещё, где мы находимся. Но уже, в принципе, что-то проясняется. Ну что, друзья, мы продолжаем изучать географию. Подъезжаем к Калибу. И тут мы обнаружили такой район. Я уж думаю, че посетить, что ли, ради этого. Рядом с аэропортом есть район Пук. Так что, если вы хотите, вы можете заехать в аэропорт. А рядом тут и Пук ещё будет. Так что, welcome to Kaliba. И первое впечатление, ребята. Но, ну, всё как всегда, как и везде. Вот просто ничего нового. Даже не знаю, чем поделиться с вами. Ну, больше торговых центров. Здесь их несколько, насколько я знаю. Вот. Насколько я понимаю, здесь у нас цены чуть будет подешевле, чем на Баракая. Это уже есть. А, кстати, да. Я здесь был. Мы здесь проходили. Знакомое место. Да, 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 да. Здесь пешочком гуляли уже. Чуть-чуть дальше там будет торговый центр всем известный. И дальше главная автостанция. Вот здесь я уже ходил пешком. Всё. Вспомнил. Ну, в общем, как видите. Kaliba, Kaliba, ребята, Kaliba. Kaliba. Напишите в комментарии, хотели бы ли вы, чтобы мы остались здесь на один денёк чисто поизучать город, показать, как он вообще выглядит вечером, что вообще представляет городская жизнь местная в этом Kaliba. Ну, а у нас тут рис плодится потихонечку. Да, вот такие рисовые поля растут, растут. Дорога идёт. Мы уже проехали Kaliba. Поедем. Уже через города три, наверное, будет наш Yilo Yilo. И пока самый главный вопрос. Куда нас привезут? Вот это больше всего. Тебе волнует? Конечно волнует. Ни хрена тебя не волнует. Едем дальше. Ребята, вот такое можно продать. Купить прямо в автобусе во время поездки. How much it cost? How much? How much it cost? 6.3. Вот так, друзья. За 600 вы можете купить такое животное. Окей, спасибо. 6.3. Окей, давайте, давайте. Окей, спасибо. Потом мы вернем. Да. Вот, куча всего можно купить прямо. Мы ещё не успели приехать, нам уже краба чуть не всунули, блин. Вот, кто-то кушает, они там всё продают. Но кто-то купил краба, кстати, нормально. Жека, надо было краба взять. Мы бы сейчас приехали, вылоил и уже краба был. Что там у нас такое? А там у нас спят. Там спят. Кстати, у девушек ноги не бриты. Ну ладно, это об этом не будет. Всё, краб ушёл. Всё, все успокоились и продолжаем ехать дальше. Ребят, только мы закончили разбираться с крабами и со всякими... Как там правильно сказать? Бананатипс. Бананатипс. Бананатипс, да. И у нас уже гид появился. Ни с того ни с сего просто сходу заехал. Чё-то она там пытается рассказать, я не знаю. Чем банчишь, тётя? Она безумкая. Да. Вообще, короче, да. Лицо закрыло. Она что, молится, что ли? Походу молится, слушай. Ё-моё. Пойдёт ещё денег соберет. Он там делится крабами, короче, друг с другом. Семья купила крабы, будь счастливы. Нормально. Нормально. Всё, друзья, мы в Ило-Ило. В Ило-Ило, друзья. В шесть часов, в шесть часов. И этих самых ярких, необычных эмоций. На самом деле, дорога достаточно, в принципе, комфортная. Но, такое, не могли разогнаться. Потому что очень много маленьких этих сёл, каких-то таких узких дорожек. Но, тем не менее, Жеке очень понравилось тот факт, что хорошие дороги, да? Да. Да. Здесь, я не знаю, что нас ждёт, но мы будем изучать. И самое безумное решение, которое мы приняли прямо сейчас, мы начинаем путешествовать пешком прямо с вокзала. Кстати, ребят, электротранспорт. Первое, что увидел электротранспорт без никаких прав, без ничего. Это уже хороший знак. Погнали. Сразу за автовокзалом мы обнаружили мост. А этот мост ведёт через какую-то речушку. Не помню, честно говоря, название. Но, я думаю, здесь даже название особо не будет интересным. Потому что речушка такая очень маленькая. На карте она вообще мизерная. Но, в реальности, как вы видите, всё-таки чуть пошире. Вот. Самое интересное, что я хочу вам сказать, это то, что я вот сейчас... Первое впечатление. Ожидание того, что там сейчас будет плавать. Куча грязи. Но пока вот, как вы видите, своими глазами особо я не наблюдаю там грязь. Вот. Ну, посмотрим дальше. Потому что мы только-только вышли с вокзала. Идём в сторону площади Джаро. Вот. И там у нас забронирован отель. На две ночи. Вот. Посмотрим, как это вообще будет. В итоге, как вы видите, людей особо нет. Пешехода. Там девчонка одна идёт. Переди меня, с левой стороны, на другой стороне. Вот. И всё. Вот. Ну. Сити. Ело-елом. А. Ну, это, походу, вот как раз... Это четыре километра до, наверное, фестивока. До, наверное, вот этого центра. Сложно мне сейчас пока ещё сказать название. Потому что, ну, так вот. Я здесь ещё новый первый раз это всё вижу своими глазами. Ну, знаете, не так всё и страшно. Ребят, мы вот нашли школу для девочек. Хе-хе. И самое интересное, что там, на территории... Я прям не знаю, прям коллекция клоунов, которые, походу, ждут девочек там. Так что, если вы девочка, и вам нужна школа с клоунами, приезжайте сюда. Клоун у вас там будет ждать. Хе-хе-хе. А он и тропинка. А он и тропинка, походу. Для собеседования с клоуном. Хе-хе. Так, мы пришли в Subdivision. От чего он защищается? От коронавируса. От коронавируса защищается. Ты чувствуешь тут повсюду коронавирус? Угу. Я тоже. Не особо. Так, ну что. Мы тут зашли. Сразу, друзья, буду рассказывать вам, как искать жильё. Это, кстати, обстрелы происходят. Это всего лишь игрушка. Ничего такого. О чём я хотел сказать? Как искать жильё? Искать жильё очень просто. Ищем слово room for rent. Всё. Найдём сейчас. И пойдём стучать, звонить, спрашивать. Вот и всё, в принципе. Вот и вся схема поиска. Чё, всё так относительно зелёное. Не засранное. Это мы зашли вообще в какой-то левый Subdivision. Вообще совершенно не относящийся даже к центру города. Вот. И вот наше первое впечатление, ребята. А улицы мы видим. Но ни одной надписи вообще. Ни одной надписи, чтобы что-то там сдавалось. Реально. Вообще никто ничего не сдаёт. Ни одной надписи. Это, конечно, жёстко. Это очень жёстко. Я ещё, знаете, что волнуюсь. Чтобы не было ограничения со стороны там какого-то городской политики. Или что-то у них там. Ну, чтобы у них не было такого, что запрещены эти надписи. Фиг его знает, что у них там. Тут. Каждый штат. Каждая провинция со своими приколами, блин. Ну, по идее, должно быть всё нормально. Ну, посмотрим. Ну, что, друзья. Вот вам ила-ила, да? Вроде бы деревня. Посмотрите, какие дома. А ещё мне пишут в комментариях, что у филиппинцев не может быть адекватных домов. Да он ещё как есть. И чё? Блин, забрёл какой-то обычный subdivision. Вот. Нет, друзья. Это не Белый дом. Это Белая школа. Самая обычная школа. Вот так она смотрится. Называется это место Анцелициум Скул. Неплохо довольно-таки смотрится. 37-й год появления этого замечательного заведения. Ну, как бы, я думаю, здесь, наверное, простые люди точно не учатся. Но те, кто учатся здесь, они чувствуют себя точно не по стандартным филиппинским меркам. Хотя, видите, система образования неплохо выделяется. А мы с вами уже почти пришли к центру города. И вот сейчас, как понимаю, там типа мост будет чуть-чуть дальше впереди. Мы сейчас туда пройдём. И по идее мы уже попадём в центр города. А пока вы видите вот такую обстановочку. Обычные машины. Такое ощущение, что по объездной трассе где-нибудь в Ростове едем. Ползём, точнее, пешочком. У меня на спине огромный рюкзак. И у меня очень болит спина. Потому что я ещё немножко мышцу так надорвал во время своего лечения болезни, которая была у меня. Кстати, по поводу болезни я расскажу в одном из следующих видео. Это отдельная тема. Я, наконец, наконец, воспользуюсь слогами больницы. Клиники, точнее. Давайте так, прямо. Клиники на Филиппинах. Но об этом мы поговорим позже, друзья. А пока вот хило-хило перед вами. Всё, друзья, нашёл. Подошёл к центру города. И сразу вот такая картина. Всё. Аж сердце радуется слушать. А то прямо аж, знаете, начал волноваться. Думаю, что-то не так, блин. Почему так всё чисто? Так вот же оно. Самое интересное. Находится в центре. По всем старым традициям. По всем лучшим традициям. Кстати, вот площадь Жара буквально за этим мостом. Мы уже его проходим. И я уже говорил, говорю ещё раз, что он вылоил огромное количество мостов. Они прям любители этих мостов. О! Дверь открыта. Девчонка скучает одна. А он мужик. Это походу и батя идёт. Батя. Там бутылок много. Ну ничего, батя бухает кока-колу. Батя не бухает, бухло. Нормально. Нормальный такой батя, да? Такой. О! Тут мой... Не, не матрас. Это этот. Иван. Вот уже чувствуется, что мы ближе к центру. Блин. Вот прям не знаю, ребят. Зацените красоту. Почему ни один блогер не может вот это всё показать, вот как оно есть своими глазами. Просто показать красоту. Нет, они, блин, все показывают нам сейчас площадь Жара. Они покажут ещё что-нибудь. Фестивок покажут. А мы покажем вам правду. Правду, которую вы увидите, если приедете сюда в Ило Ило. Ну что, друзья. Площадь Жара, видимо, от слова Шара. Да. Потому что за моей спиной находится машина пожара для пожаротушения. Мы, короче, уже почти пришли, блин. Вот она здесь сейчас, за моей спиной реально. Друзья, если честно, мои первые впечатления, я прям очень разочарован. Потому что, ну, центр города вообще никак не выделяется. Слово центр. Просто он. Ну что-то есть, какой-то есть сквер. Мы сейчас попытаемся перейти дорогу. Найти выход. Дорогу переходить по ходу здесь у нас, Женек. А? Да, по ходу здесь у нас. Перешед. Перешедный, переходный пешеход. Переходный. Так, стой, мужик. Вот так надо дорогу переходить, ребята. Главное, вытягиваешь руку и говоришь, стоять на. Всё, сразу поймёт тебя. Да. И вот мы сейчас на другую сторону перейдём. И там должна начаться самая-самая красота. Вот такая вот история, друзья. Машина не останавливается. Вот. Способ перемещения как угодно. В чём угодно. Вот. Девчонки. Так. Студенты. Дети. Взрослые. Пенсионеры. Все. Собрались в одном месте для того, чтобы... Ээээ... Чё здесь? Вот она самая. Вот сюда мы пойдём. Жень, сюда. Да, вот. Всё здорово. Вообще ништяк. Это чё за инвалидное кресло с этими, блин, с педалями. Фух. Всё, друзья, мы попали вот в одно из самых известнейших мест. Это площадь Жара. И здесь у нас ещё, как я понимаю, какой-то там храм есть или что-то такое. Сейчас мы посмотрим более подробнее, что он тут скажет. Google, Google, Google. Площадь Жара. Да, 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 да. Вот прямо так. Площадь Жара, да. Именно здесь мы находимся сейчас. Ну вот, как я понимаю, это одно из таких известнейших мест, где люди могут себя нормально так почувствовать, хорошо провести время, позитивненько, с хорошим настроением. Вот. Сейчас посмотрим, насколько у людей вообще хорошее настроение. Там у нас что у нас идёт? Танцы. Здесь просто студенты сидят. Здесь у нас, не знаю, что это за мальчик, который похож на Ленина чем-то. По крайней мере, по своему жесту. Так, что, куда идём? Дальше. Дальше идём, правильно. Угу. Ну посмотрим, посмотрим, да. Угу. Смотрим. Привет! 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 Спасибо! Что ты можешь сказать об этом месте? Что ты можешь сказать об этом месте? Готовные места везде! Джайер-сквейер, да? Конечно! Привет! Что ты делаешь здесь? Что ты делаешь здесь? Ты делаешь, что ты хочешь Это хорошо! Это хорошо! Хорошо, ребята! Удачи! Ну, в общем, как я понимаю это место, где люди действительно могут прийти провести позитивненькое время а вот они продолжают, продолжают чем-то заниматься танцы, я не знаю даже что-то такое вообще Да, танцевальная какая-то группа у них тут не знаю какие-то тренировочки что-то такое А? Да нет! Мы идем тоже танцевать? Угу! Мы сейчас сверху снимаем Вот И попали на такие вот спортивные занятия Что, пойдем дальше? А? Или потанцуем? А? Или потанцуем? 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 Да, пойдем 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 Смотрите, какие надписи My heart Bees for Ило Ило Сити Да, вот, друзья наше сердце бьется сегодня для Ило Ило Сити и в Ило Ило точно Вот Мы продолжаем с вами наслаждаться красотой и двигаемся дальше потому что наши гостиницы находятся аж прямо там там от слова прямо там вот, кстати, я смотрю там у нас уже Робинзон есть это уже хороший знак так, значит мы сейчас думаем что-нибудь да найдем такое нормально все, переходим дорогу, друзья переходим дорогу по известной системе перехода дороги ебаный стоп стопе стопе, братан стопе, на уууу мы дорогу перешли так тут у нас попрошайки как и обычно нам нужно перейти дальше а ну подожди-ка мы туда пойдем мы там перейдем да все, мы двигаемся что у нас там а это эмбуланс погнало походу так кстати, вот еще так выглядит я по названиям все не разбираюсь так давайте посмотрим что это такое у нас камелита принцесса из Филиппинс хорошо едем дальше друзья за моей спиной то самое место которое я точнее Жека нашел а я заказал на Годи точно вот такое же было на Букинге посмотрите просто как выглядит этот отель вот я думаю нам понравится правда? нам уже это все нам уже нравится безумно не, самое главное мы нашли классное место там куча движухи молодняк мы нашли место где можно купить пожрать дешево покушать и в принципе все что еще надо что еще надо пошли короче итак друзья показываем что мы сняли за самую дешевую цену если не ошибаюсь сейчас вот чем-то песо вышел за сутки вот такой номер Жека начинает обязательно с проверки горячей воды для него это очень важно однозначно а я покажу вам что еще состоит эта комната это знаете чисто так вот для туристов которые решили экономно провести время при том хочу сказать что очень экономно потому что вот на стене такие ну что я могу сделать вот ребят вот честно скажите жилье мы сейчас не снять не сняли никакое жилье а посуточно нам нужно где-то было остановиться поэтому это решение было оптимальным найти дешевый номер но этот номер должен находиться обязательно в центре города вот в принципе он соответствует всем нашим критериям несмотря на то что место здесь не так уж и вообще вообще я не понимаю тех людей которые приезжают куда-либо путешествовать изучать какое-нибудь место и они просто тратят свое время на нахождение в каком-нибудь отеле все время это же надо прийти и все время полежать лежать ну полежать то можно конечно но какая разница где лежать но не на улице же мы лежим правильно да ну вот а жрать хочется надо идти искать надо искать я даже нашел развлечение в этом отеле ребята рыба посмотрите какая рыба аквариум все как положено не так все и плохо если у меня будет бессонница сегодня я буду сегодня изучать точнее общаться вот с этой прекрасной рыбой вот но настроение у нее походу не совсем уж и прекрасное ладно пусть плавает да да